Животные В обзор входят книги, в которых встречаются животные, восхитившие и растрогавшие своими поступками, способные на проявление человеческих чувств и силы характера. Они делают нас добрее и мягче, побуждают сочувствовать и сопереживать, а иногда и служат для нас достойным примером. О самых невероятных подвигах повествует книга «Валерий Ильиной. Героические животные». Каждое живое существо на нашей планете способно на невероятные подвиги и поступки, которые поражают своим героизмом и самоотверженностью. Знаете ли вы о том, как знаменитая лошадь Петра I Лизетта спасла его в Полтавской битве? Или о реальном прототипе собаки по кличке Тузбубин из булгаковского мастера и Маргариты, который выследил не один десяток преступников? И, конечно, бегемотики красавицы, которая пережила блокаду в Ленинградском зоопарке и стала символом стойкости. Кто-то из братьев наших меньших помог совершить научный прорыв мирового масштаба или одержать победу на поле боя. Другие показали людям пример верности и бескорыстия. В этой книге вы прочтете самые невероятные трогательные истории о животных-героях, которые служили санитарами, саперами во время Великой Отечественной войны, о верблюжьем батальоне, рыжем коте-зенитчике, предсказывающем авианалете, о летающих собаках, белке-стрелке и многих других. Удивительные и трогательные, иногда смешные, иногда грустные, но обязательно очень добрые истории собраны в книге «Жить замечательных зверей». А написал ее поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов. Человек порой недооценивает значимость домашних питомцев, а ведь именно они делают нас добрее и человечнее. История знает немало примеров, когда звери помогали и спасали своих друзей, людей. Свидетель походов Александра Македонского, конь Буцифал, всю жизнь помогал великому полководцу в боях. Безымянные гуси, почувствовав опасность, спасли Рим. Сер Бернард Барри спас солдата ценой своей жизни. Эти и многие другие смышленые и благородные животные стали героями этой книги. Животные герои Великой Отечественной войны были самыми разными, но все они, начиная от мелких голубей и заканчивая крупными и выносливыми лошадьми, работали на благо победы. Конечно же, самыми верными помощниками солдат в годы войны были собаки. Немногие из нас знают об этих четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Об одной такой собаке Евгений Каковин рассказывает в повести «Вожак санитарной упряжки». Собака по кличке Малыш – немецкая лайка. Малыш был ездовой собакой в упряжке на фронте. Вывозил бойцов с поля боя, подвозил снаряды, четко выполняя команды инструктора, несмотря на взрывы и свист в поль. Читая эту повесть, испытываешь волнение, насколько преданными и верными могут быть животные. Повесть Израиля Меттера Мухтар – это увлекательная история о дружбе и взаимной преданности лейтенанта милиции и отважной овчарки. И страшный пёс помогал сотрудникам уголовного розыска выслеживать и ловить преступников. Самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает лейтенанта Глазычева в опаснейших ситуациях, возникающих чуть ли не каждый день в их нелёгкой службе. Книга основана на реальных событиях. Прототипом Мухтара стала собака Султан, работавшая в годы блокадного Ленинграда, со своим проводником Петром Бушминем. Пёс возвратил имущество на сумму более 2 миллионов рублей, помог в задержании более 1200 преступников. Когда во время блокады Султан ослабел и больше работать не мог, ему отдавали пищу сотрудники милиции в течение недели. Его не усыпили из уважения к боевым заслугам, оставили на пенсии в питомнике. И Израиль Меттер, слушая историю о нём, увидел что-то человеческое в той тяжёлой, одинокой старости, что досталось этой собаке. В книгу Василия Великанова «Разбойник и Мишка» вошли рассказы познавательного характера, повествующие о животных, которые помогали советским воинам в годы Великой Отечественной войны. Вот что говорит о своей книге автор. «Четверть века я проработал ветеринарным врачом, был на фронте, за эти годы немало повидал неприметных героев в мирном и ратном труде. Вот об их подвигах я и хочу вам рассказать. Но вместе с тем мне очень хочется поведать и о животных, чья жизнь и судьба тесно связаны с человеком в труде и в боём. Это рысак-сокол, пострадавших от волчьих зубов, собака-альфа, аккуратный почтальон, которая спасла меня и сокола, верный пёс-дружок, подносчик-потрота, погибший на могиле хозяина. Или несравненные живые тягачи, верблюды-разбойник и мишка, поводырь слепого, учёная норка, быстроногая ласточка, дважды спасшая от гибели шестнадцатилетнего конника Петю Сердюка. Всё, что написано в этой книге, правда. В основу этих рассказов Василий Великанов положил истинные события, то, что видел и пережил сам. Книга Юрия Туманова «Боевые кони» Это четыре рассказа о Великой Отечественной войне, о том, какими верными друзьями бойцов были на фронте лошади. Это всё о них – серых, сивых, каурых, вороных, попавших на фронт прямо от плуга, разделивших со своими хозяевами-артиллеристами все военные невзгоды. Вот, например, конь Разум помог найти раненого бойца, а конь-матрос помогал защищать Москву. С помощью золотого обезвредили мины, а невзрачный белый конь с длинными, очень длинными ушами по кличке «Самолёт» возил снаряды, но если требовалось быстро доставить донесения, седлали именно его. О приключениях необыкновенной собаки рассказывает Михаил Самарский в книге «Радуга для друга». Почему необыкновенной? А потому что лабородор Трисон окончил специальную школу по подготовке собак-поводырей, чтобы помогать слепым людям. А работа у таких собак непростая, основная задача – преданно и беззаветно служить человеку. Сашка – подопечный Трисона. Да-да, подопечный. Именно так Фёдс называет людей, которым помогает. А помощь Сашке нужна. Он потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-поводы стала его лучшим другом. Благодаря искренней любви этой умной и преданной собаке мальчик смог снова радоваться жизни, а однажды даже подарил своему юному другу самую настоящую радугу. Повесть «Формула добра» – это продолжение истории о собаке-поводыре. В жизни Трисона многое изменилось. Теперь он стал охранником. Казалось быть на страже в детском садике легче лёгкого, пока там не произошло страшное событие. Однако Трисон – непростой пёс, поэтому даже в критической ситуации смог показать себя с лучшей стороны. Каждый день в одно и то же время по улицам шахтёрского посёлка Гринл-Бридж в Англии пробегала удивительно красивая собака. Женщины, выглядывая из окон, говорили, «Без пяти четыре Лесси бежит». Собака бежала к школе встречать своего хозяина Джо. Как она определяла время, никто не знал, но она ни разу не ошиблась. И вот случилось так, что Лесси пришлось покинуть своих хозяев, бедную шахтёрскую семью, и оказаться на севере страны, в суровой Шотландии. Прочитав книгу Эрика Найта «Лесси», вы узнаете, как шла Лесси обратно домой через всю Шотландию и Центральную Англию, преодолев путь в тысячу миль. И какой храбростью и верностью надо было обладать, чтобы одолеть этот путь. Книги о животных учат нас любить и делают наши будни богаче, наполненные переживаниями, эмоциями, радостью. После их прочтения у вас обязательно появится желание крепко обнять не только вашего любимого пушистика, но и всех беззащитных, нуждающихся в помощи существ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok